добрый день хотя на дальнем востоке действительно мы это проводим сейчас для этот вебинар для сибири дальнего востока плюс четыре шесть восемь часов поэтому по дальнем востоке я так понимаю уже девять часов сейчас поэтому продолжаем нашу работу для тех кто подключился приветствую вас среда 13 часов у нас уже традиционно это техника экономические вебинары которые введем 8 пока пишет сегодня владивостоке значит это технико-экономические вебинары цель задач которых мы перед собой ставим это доведение более расширенных расширенной информации по развитию проекта по технологическим особенностям и соответственно экономический анализ по тем событиям которые сегодня происходят через именно призму skyway потому что к сожалению ситуация сегодня помимо нашего экономического как мы называем ковчега skyway развивается неблагоприятным образом мы все это видим но это друзья давайте мы оставим на завершающую часть вебинара когда пройдет основные эти вещи которые мы хотели сегодня довести поэтому еще раз рад приветствовать вас тех кто только подсоединился вот у нас вечером это для по и московского времени и для европейской части в 19 и в 20 часов также будут еще два вебинара для новичков и для тех кто уже в проекте поэтому мы сейчас эту работу стараемся совершенствовать и делать у нас видите сейчас присутствует 216 человек мы медленно очень мучительно но стараемся расти вот у нас небольшие колебания происходит то есть прошлый раз у нас было чуть больше на дневном вебинаре порядка там 400 человек а вечером там зашло за 500 это друзья не то что сама цель но это показатель нашей работы показатель интереса к проекту поэтому мы естественно дальше будем ставить вопросы стимулировать чтобы приходили новички и чтобы вы приводили не те кто в проект новичков чтобы количество участников и слушателей наших вебинаров было постоянно растущим потому что это показывает как проецирование как производная от роста количества участников проекта на сегодняшний момент мы целиком и полностью зависим от тех инвесторов от тех партнеров которые приходят в проект которые инвестируют в проект поддерживают и что самое главное которые несут информацию дальше потому что крауд инвестинг на сегодняшний момент может работать только по такому принципу мы сознательно выбрали модель распространения информации как это принято говорить сарафанным радио то есть вот человек человеку чтобы люди сами понимали пропускали через себя информацию становились сторонниками после этого несли эту информацию дальше поэтому для нас это очень важно и как мы уже говорили крауд инвестинг сделал за последние два года просто невозможно он раз поднял и запустил этот проект но друзья я могу сказать что точка невозврата еще не пройдена мы сегодня целиком и полностью от тех инвестиций которые дают инвестиционные фонды на сегодняшний момент их работает четыре наиболее два крупных фонда это вы знаете это skyway инвест группы skyway капитал это как точки входа именно в реестр акционеров программы вот соответственно сегодня набирает еще ряд направлений программ которые также запущены и цель и задача это как можно больше расширить именно спектр привлечения инвесторов и спектр привлечения людей которые входят проект мы не раз уже говорили что у нас периодически появляются и ведем переговоры с крупными заказчиками с крупными инвесторами которым уже доказательная база на сегодня является ну скажем так значительной для того чтобы перейти от вопроса вот как я говорил в первой части для новичков обращаясь сейчас просто повторюсь что для всех проект начинает складываться из первого этапа и первого восприятия которое идет у большинства людей я могу сказать у 90 наверное 5 процентов это вопрос это возражение этого не может быть почему не может быть все все мотивирует по-разному но основное такой раз это нигде не построен тем более как вот юнистскому академик велихов такой есть деятель который грел раз это в японии или где-то еще не построена то почему мы лели сегодня с какими-то новым предложениями если даже японцы не дали такого предложения то есть это опять же стереотип того что что-то где-то в америке в европе в израиле сейчас даже где-нибудь гонконге или в таиланде но почему-то не в россии вот соответственно это тот тоже нам насаждается последние там несколько десятков лет то что сегодня мы видим и то что сегодня происходит даже очень многие люди там которые сегодня действительно талантливые гениальные такие как сергей брин который является из один из создателей гугла также он начинал на украине какое-то время работал нас в москве но естественно основную часть именно проекта реализовался и запустил свою мечту он только в америке и поэтому есть очень много таких вот стереотипов и они к сожалению работают и и здесь я могу сказать что разрушать эти стереотипы ломать эти представления это предстоит нами на нам с вами мы будем делать невзирая ни на что мы будем показывать мы будем отстаивать свои убеждения свою программу свои именно научные взгляды которые сегодня заложил юницкий как основополагатель целого направления научно-инженерного направления мы и так и называем научно-инженерной школы вот которая сегодня продвигает технологии skyway это ядро шестого технологического уклада это основа новых коммуникационной системы транснет мы сейчас занимаемся активным описанием и именно визуальным восприятием того что дает транснет так же как сегодня очень уже понятно что сегодня интернет можно свести фактически к описанию смартфона то есть смартфон это то устройство которое сегодня миллиардами входит уже на рынок сегодня пользуются не один миллиард человек и количество пользователей смартфонами то есть именно умными телефонами которые встроены единое информационное пространство интернета которые являются именно интерфейсом то есть точкой входа в это новое цивилизационное пространство которое формировалось не один десяток лет и сегодня это новая реальность это то что мы сегодня делаем естественно персональный компьютер ноутбук но именно смартфон сегодня все больше и больше отвоевывают себе пространство и сейчас можно сказать что смартфон занимает вообще в логике интернета в логике нашей поседневной каждодневной больше и больше места то есть в него приходят все новые приложения которые дают абсолютно новые функции которые раньше казались раньше раньше то есть невозможными начиная от погоды курса валюты маршрутов метро дальше уже gps пробки построение маршрутов покупка авиабилетов и мне сейчас сегодня уже заведены сюда дневники и оценки и учеников школе детей то есть сегодня выставляется в электронном виде мне приходят на оценки это тоже сегодня уже становится реальный и сегодня даже трудно предположить какое количество еще приложений войдет в смартфон еще десять лет назад даже еще пять лет назад я даже сейчас встречаю людей которые говорят на смартфон не нужен мне нужен телефон с кнопочками по которым я буду разговаривать но я могу сказать что по мере развития интернета по мере упрощения операционных систем по менее по мере совершенствования приложений все меньше и меньше людей которые говорят что смартфон сегодня не нужен и абсолютно очевидно уже друзья что через некоторое время смартфон будет у каждого дальше продолжением смартфона является планшет потом это ноутбук то есть это все информационная линейка которая обеспечивает именно вход в интернет именно включение в информационную технологическую среду интернет это то что сегодня дал пятый технологический уклад как мы его называем младший брат и сегодня друзья я наверное не представляю кто бы мог сказать что фразу я пошел и забыл свой телефон дома она бы человека не приходила просто в трепет ужас потому что четко получается что сегодня без входа в информационную среду без общения в общем пространстве даже не представляешь что делать то есть не говоря уже приезжаешь выходишь из метро как найти какую-то улицу или здание сегодня ну сейчас идут такие байки в интернете когда блондинка стоит с айфона в руках и спрашивает у проходящего мимо как дойти там до улицы генеровского он горит там тебе даже айфон в руках ты что у него спросить это друзья уже сегодня идет в виде байки виде скажем так определенных на самом деле сегодня интернет из на практически все вызовы времени которые есть это все дальше и дальше совершенствуются и какое-то время назад уже занимаясь макроэкономическим прогнозом я еще 15 лет назад именно показывал развитие и мы даже проводили определенные споры и я четко показал тенденцию развития смартфонов они тогда только-только показали еще не было айфонов и джобс еще не показал интернет и операционную систему ос который можно прийти одним пальцем тогда были еще такие с они не смартфоном назывались на ладоннике это как sony ericsson кто помнит может быть до этого были дэловские на ладоннике счетом из производить шар там пытался sony но sony не не прошу на самом-то sony ericsson был на тот момент лидером по вот этим на ладонникам но как только вошел джобс с айфоном он соответственно сделал переворот он привел интернет он показал новый гаджет и сады с этого началась новая эра именно доступности интернета и соответственно мы увидели с 2000 года как резко начала капитализироваться именно сама технологическая платформа сама компания apple и сегодня это лидер приближающийся 800 миллиардом долларов это абсолютный рекорд за всю историю экономической мысли и как раз этот технологический прорыв который дал именно человек который увидел интерес в этой технологии и соответственно внедрил ее в именно массовой сети применения когда миллионы миллиарды людей стали этим пользоваться и соответственно мы увидели результат сегодня извиняюсь я очень сильно подпростыл поэтому так будут периодически подкашливать прошу меня за это я несколько извинить вот я таблеток сейчас напился на это самое но все равно воспаление как бы идет вот поэтому сегодня начинается новая эра и это эра транснета с вами многократно об этом говорили это сегодня формирование новой эпохи это эпохи второго уровня транспорта второго уровня вот здесь друзья то что мы сегодня делаем и то что мы сегодня описываем я прошу будете знать записи на эти вебинары обращайте как раз внимание обращайтесь вот потому что то что мы сегодня формируем это представление то что начнет входить через 35 10 15 лет и то что сегодня для многих является фантастикой для нас это уже реальность потому что вот мы в этом существуем а для многих это будет уже вхождение в в завтрашний день когда они начнут этим пользоваться так вот друзья на сегодняшний момент из идеологии почему сейчас это очень важно мы сегодня формируем и четко участвуем в тех трендах которые сегодня развиваются и джобс который капитализировал и сделал и запустил айфон и потом целую линейку этой айпродукции айпады макбуки часы там и watch который сегодня то есть целая линейка айос создал единую операционную систему это человек который первый увидел тренд и отчасти сформировал этот тренд но самое главное друзья была потребность именно коммуникационном общении через интернет с очень простым интерфейсом с очень простым гаджетом то есть это индивидуально средством которым можно управлять одним пальцем и когда джобс предложил рынку предложил людям это потребительское качество естественно люди на это ответили очередями это ответили огромными спросами вот это сформировало новое направление потому что самсунг чем я пользуюсь это android это уже порождение конкурирующей системы которая возникла параллельно microsoft apple аос и google с новой операционной системой android соответственно это друзья пока показал то что мир начал формировать новые рынки и сегодня это самый крупный рынок условиях в инвестициях то есть мировое применение это мировой лидер сегодня в росте капитализации в росте доходности которые сегодня есть и соответственно мы видели целую линейку героев своего времени начиная от самого джобса билл гейтса марка цукенберга еще целый плеяды людей там сергея брина который там создавал гугл это друзья те которые были в тренде который сегодня в тренде но друзья дальше начинается интересное развитие что люди мы тоже не раз друзья об этом говорили которые находятся в пятом укладе пытаясь прогнозировать описывать будущее такие как курсу допустим это технический директор гугла который является ну все на сегодняшний момент один из самых признанных футурологов или прогнозистов в мире когда он начинает описывать шестой технологический уклад в следующее развитие то там друзья которые мы работая в укладе и создавая технологию следующего поколения транснет это несколько она видеть и мы видим как люди находясь в своем укладе и пытаясь описать технологию через уклад на насколько они сегодня уже отстают времени хотя казалось бы это умнейшие люди это умнейшие технологи которые сегодня есть но так же как мы сегодня говорим глазио что он просто радикально ошибается прогнозах на шестой технологический уклад а ядре технологии и этот ошибка стоит очень дорого для государства бюджета потому что исходя из его прогнозов десятки и сотни миллиардов долларов сегодня за закопаны абсолютно ненужном направлении знаете все нанотехи биотехи и так далее и так далее вот вместо того чтобы строить коммуникационная сеть нового направления но это друзья цена научных ошибок соответственно мы сегодня находясь в тренде и показывая привлекаем инвесторов и показываем что то что мы сегодня создаем это действительно завтрашний послезавтрашний день это действительно то что даст пик развития и на вложенные инвестиции и на развитие территории и на развитие новых бизнесов но это друзья сегодня не все в состоянии понять и я сейчас вот вам приведу ряд примеров партнеров мы сегодня ведем переговоры которые являются крупнейшими партнерами инвестиционных фондов мировых мы говорили уже что эти переговоры ведутся и мы активно здесь работаем но начинает работать уже друзья очень интересная конкуренция который который тоже нам сегодня необходимо знать и об этом мы хотели бы вот с алексеем с вами сегодня несколько вебинаре мы не то что потратили время мы вынуждены были обсудить так называемые бывшими нашими партнерами а потом нет добросовестными конкурентами которые просто взяв часть технологии инженера юницкого выдавая сегодня за свою пытаются собирать инвестиции и как мы говорим просто обманывать людей выдавая не свою технологию за свою и пытаясь собирать на это деньги они никогда не дойдут до практического строительства это просто мелкие жулики которые там украв часть изображения из интернета пытаются что-то изобразить да ладно алексей не надо нам сейчас показывать я это не к тому что говорю чтобы опять тратить время на этих жуликов это не об этом речь это просто друзья не добросовестная конкуренция сегодня мы бы хотели поговорить действительно друзья той конкуренции которой мы сегодня подошли и от тех трендах от той мировой системе транспорта второго уровня который сегодня есть это уже друзья очень серьезные и разговоры и очень серьезная работа потому что мы вплотную подошли к тому что мы выходим на многомиллиардные и триллионные рынки мы действительно входим здесь на сегодня в игру где есть огромнейшие корпорации огромнейшие тренды по инвестициям положения и естественно это уже начинается совсем другого уровня игра и я могу привести то я сейчас начну алексей продолжит потом эту тему мы не раз упоминали технологию так называемую скай трам то есть это технология магнитной левитации где индивидуальное движущие средства находясь в специальной путевой структуре в которой электодвигатели да вот на слайде вы сейчас видите сегодня прототип созданный в нас а вот эта система которая движет магнитной левитации то есть я поведу сейчас два при два сравнения с одной стороны вы видите наш юни байк это легкая транспортная система как мы называем индивидуальная и т.р. да алексей ну про ты ты более подробно потом расскажешь индивидуальное транспортное средство транспортная система которая движется на очень простом рельсе соответственно это одна двухместный мы специально сделали такой слайд одна двухместная система где она движется с помощью двух электродвигателей которые находятся в мотор колесе то есть по размерам это всего 15 20 сантиметров диаметре 5 6 сантиметров ширину двигатель два имя и аккумулятор между ними плюс чип управления представляете что это очень простая очень легка в изготовлении эксплуатации система и она движется по одному рельсу который 5 сантиметров диаметре который находится на одном поддерживающем столбе который диаметре меньше 15 сантиметров то есть это если представить то это обычные осветительные столбы на которых натянута путевая структура по которой движется вот такой юни байт причем система отработана и представлены таким образом что он может двигаться за счет электро снабжение своего то есть аккумулятора который находится внутри заряжается либо от сети когда находится либо меняется либо быстрая подзарядка сегодня этих технологий много соответственно и давайте с вами сравним а не второй момент что есть велосипедный генератор велогенератор на котором вы можете вращая педали двигаться до 60 километров в час вообще на своей энергии то есть у которой вырабатываете а со скоростью 60 до 140 как который предполагается для так байка это уже надо дополнительно запитывать от аккумулятора но тем не менее все равно половина энергии вы можете вырабатывать сами то есть соответственно резко удешевляется и проезд и десна эксплуатация такой системы и как не раз говорил антон дарши ницкий общая цена трансгаджета или юни байка электро веломобиля это будет в пределах тысячи долларов то есть соответственно может позволить себе либо купить либо арендовать такое транспортное средство и сегодня эта вся система уже находится в изготовлении на практически того вот тут многие ждали и у нас был разговор что в апреле мы на нашем фестивале покажем 1 июня байки но она туда очень категорично поставил вопрос что пока юридический и патентный это не будет защищено и это люк на правильно продемонстрировать это пока нельзя поэтому демонстрация уходит где-то на май июнь месяц но однозначно к сентябрю когда будет продемонстрирована технология skyway на берлинском транспортном фестивале инновационном транспортном фестивале туда анатолий дар чужин покажет и готовую модель именно прототип юнибайк и как он уже говорит что модель уже и прототип юнибуса то есть уже семейного и уже прототипа городского автобуса то есть это будет очень важно потому что на этом сентябрьском именно конференции в берлине организаторы таким образом сделано с тем что пригласили как сегодня четко представляется лидеров в направлении скоростного перемещения второго уровня это антон дача юницкого как автора и разработчика технологии skyway и алана маска как авт ну там одного из авторов разработчиков тех кто продвигает технологии high true так вот друзья я сейчас остановлюсь на тех технологии sky и трамп то есть даже название схожие небесный транспорт у нас небесная дорога вот и соответственно друзья почему сегодня нам важно показать и продемонстрировать эту систему то есть я вам очень четко показал описал сегодня нашу струнную систему юни байки где 5 сантиметров в диаметре рельс как вы увидите двухместная соответственно в данном случае это двухместные они могут быть 1 2 3 4 6 и там далее целая линейка вот соответственно в данном случае мы сравниваем двухместный и не второе это то что запитывается от электро аккумулятора соответственно с возможностью подзарядкой от велосипедного генератора а вот теперь друзья давайте сравним это с прототипом скай трана который сегодня разрабатывается на со совместным с правительством из края соответственно сегодня на земля и начинается строительство недалеко от талата первое испытательного полигона под эту систему это движущийся модуль который движется с помощью магнитной левитации что такое магнитная левитация это путевая структура в которой создается нет на и поле знаете как два магнита отталкиваются друг от друга таким образом этот подвижной состав висит на в этом магнитном поле таким образом без трения легко движется в этой системе так вот антон очень раз показывал уже на наших технических вебинарах что сегодняшний транс рапид немецкая система и вообще систему магнитной левитации имеет кпд не больше 14 процентов а в данном случае это не 11 процентов кпд пир от выработки до передачи использования энергии соответственно 11 процентов это меньше чем у паровоза стефенсона который был запущен почти 200 лет назад а вот теперь представьте путевую структуру в которой находится магнитное поле под которой висит тонна на магнитном подвесе и соответственно это путевая структура вот вы теперь сравните пять сантиметров рельс алексей оставь тут слайд как который был тот слайд вот как который это самый был поэтому два этих два этих средства значит смотрите тура которых пять сантиметров под которой висит подвижной состав юнибайк и который движется на двух электродвигателях которые находятся в мотор колесе с одним и вот ту систему скай трана который сегодня израильское правительство вместе с нас а пытаются запускать по своей программе и соответственно эти утверждения и о том что это будет в два раза рели юнибайков это вызывает минимум улыбку а как максимум это задача которые мы называем сегодня недобросовестной конкуренции и соответственно на сегодняшний момент почему мы не то что вынужден почему это мы сегодня обсуждаем и говорим потому что с при переговорах с сегодняшними акционерами инвесторами потенциальными партнерами люди которые видят эту технологию видят что реально сегодня правительство израиля сегодня наса вкладывается в эту систему и таким образом они инвестируют и они говорят раз это делает наса раз это делает правительство израиля значит это правильно а вы как система которая разрабатывает народным финансированием проект вы ошибаетесь поэтому мы сегодня будем инвестировать и финансировать в эту систему алексей ставь еще тот слайд где у нас и унитран это самое да вот это нет предыдущий слайд проскакивает а это самое да то есть вы видите видите это самое так вот друзья а сейчас я вам делаю абсолютно четкое утверждение которое вы должны использовать и который для нас сегодня является включением и наса друзья и израильское правительство в данном случае они ошибаются и на данном случае для них это роковая ошибка они сегодня заклада закапывает сотни миллионов долларов и миллиарды долларов в не перспективную технологию они не хотят и не позволяют и тут друзья начинается работать та же система которая в рабы эта система кору и система отраслевых интересов которые когда разработчики заинтересованы получать деньги начинают не то что тормозить а начинают вкладываться в неперспективное направление у нас очень много примеров и тоже не раз приводился система сименс и транс рапиды когда 50 лет там даже 60 лет они разрабатывали систему вложив туда 6 половины миллиардов долларов совершили фатальную ошибку у них на истаниях произошел смертельный случай где погибло более 25 человек соответственно эта программа построить только одну линию шанхайных аэропортов в китае она была закрыта то есть 50 лет разработок 6 половиной миллиардов евро и закрытый результат это говорит о том что это направление изначально было тупиковым изначально это была ошибка изначально инженеры которые собирались это развивать и говорили как это дешевая система потратив деньги не дали тот результат который от них ожидали то же самое друзья вот теперь с точки зрения здравого смысла людей которые знают школьный кур физики представляют что такое сапрамат и что такое техническая система вот вы видите сегодня два прототипа это два изображения которые сегодня реализуются в железе наш юнебайк будет готов через две через два месяца юнитран они говорят не юнитран скайтран они предполагают показать действующий прототип концу года но я вам сейчас задам вопрос как вы думаете 5 сантиметров рельс поддерживающий опор от 15 сантиметров и 300 килограммов вес который идет на двух электродвигательных мотор колесе и одном аккумуляторе запитываемый от веломобиля от вела и соответственно система которая работает на магнитной левитации то есть магнитном подвесе где статор и ротор развернуты где создается магнитное поле которое бежит на микросекунды впереди и надо постоянно эту систему поддерживать и запитывать из кпд меньше одиннадцати процентов вот я могу сказать вот даже на уровне здравого смысла эта система может быть дешевле или нет конечно это бред друзья и мы ответим на эти вопросы и сейчас мы можем сказать что это очередные вопрос о том как нас тратят деньги а наса выделила 300 миллионов долларов на проект хаппи руд для того чтобы он построил только ангар представляете что для нашего skyway 300 миллионов это вообще все инвестиции в экотехнопарк и мы покажем четыре управления новой трансмиссистемы и займем фактически все рынки которые сегодня можно создавать и делать для транспортных перевозок а наса только 300 миллионов потратила на один ангар в котором сегодня это создается что было понятно порядок инвестиций и второй момент что задача когда индивидуальная транспортная система войдет в каждый дом и из каждой кухни в своих тапочках может быть у нас была переписка в чате когда вы можете сесть свой юнибайк и в нем же перенести на любое расстояние на метров в том числе и в париж соответственно не выходя из своего юнибайка со скоростями и 100 и 140 и 500 километров в час вся эта система также предусматривается именно в разработке и эта струна войдет в каждый дом и соответственно весь вопрос вы можете представить что вам в дом или в гараж может зайти вот такая труба с электрическим полем внутри в которой создана магнитное поле через которое будет двигаться индивидуальные транспортные средства я допустим не хотел бы чтобы у меня в гараже проходила вот такая труба с такими магнитными полями и второй момент что там создается настолько магнитные высокие напряжения которые создаются сверх проводниками что если нарушается система теплообмена то это не десятки килограмм тротила в эквиваленте который может рвануть так что мало не покажется ни одна бензиновая бочка не может так рвануть поэтому здесь вопрос друзья зачем мы приводим эти примеры сегодня вот именно для наглядности вы можете представить что мы с вами разрабатываем и теперь я вам задам вопрос а как вы думаете учу уж у какой системы больше перспектив у той чтобы в пять сантиметров и на одном осветительном столбе к вам в дом прийти юнибайк вы крутя педалями могли перемещаться со скоростью 140 километров в час погашая половина энергии которую вы сами вырабатываете потребляете при этом занимаетесь спортом или должна быть сложнейшая система магнитной левитации то есть когда вы подвешиваете этот магнитный соответственно модуль и он движет городе те же 140 километров в час разработчики утверждают что они могут выйти на 200 и на 500 километров в час вот но это совсем другие затраты это совсем другие цены и как раз друзья это все сейчас подводится и говорит к тому что мы столкнулись с конкуренцией когда нам эксперты утверждают система скайтрана то есть система магнитной левитации для индивидуальных она будет в два раза дешевле чем наш юнибайк и вот эта простая система и здесь я могу друзья себе позволить и анатолий дождает четкие расчеты у нас будут на эту тему тоже вебинара а я с точки зрения именно инженерной аналитики могу сказать что я друзья инженером наса и инженером израильского правительства экспертом не верю они просто вводят заблуждение для того чтобы получить очередные деньги потратить очередные деньги и изобразить потом что у них что-то не получилось поэтому друзья с точки зрения конкуренции мы сейчас четко показываем не хотите ждите если вы считаете что эта система более перспективная ждите инвестируйте это ваше право с точки зрения экспертов друзья это для вас как инвесторов которые пришли в скайме я могу сказать что вы находитесь на правильном пути вы инвестируете в правильную систему которая даст дивиденды и доходность которая сегодня а инвестиции вот в эту абракадабру инвестиции в вот эту магнитную элементацию индивидуальную которая утверждает что будет дешевле чем наш юнибайт я могу сказать а это друзья утопия значит тот кто это делает преследует как минимум цель обогатиться на деньгах сейчас они построят систему ну и как максимум это ввести в заблуждение поэтому друзья это сегодня вы тоже должны информацию эту знать и использовать потому что здесь я вам уже говорю что я общаюсь с экспертами и с аналитиками с финансистами которые инвестируют миллиарды долларов и мы сейчас ведем некую такую ну скажем так скажем так споры по поводу перспектив и не перспектив и у меня здесь позиция очень жесткая я могу сказать что друзья если вы принимаете решение это я для своих финансистов финансировать вот в эту альтернативную систему вы совершаете ошибку вы выбрасываете свои деньги и деньги акционеров ваших инвестиционных фондов вы это со временем признаете я прошу зафиксировать более того мы сейчас пишем протокол я говорю что друзья такого-то числа мы провели такое-то совещание я вам сделал такое-то утверждение и я прошу чтобы вы это подтвердили вот и мы сейчас обсуждаем чтобы письменно они подтвердили что на сегодняшний момент принимает решение таким-то составом такого-то фонда о том что инвестиции в sky трамп более эффективный на их взгляд чем инвестиции в skyway здесь я могу сказать что друзья не пройдет и трех месяцев как эта система с точки зрения будет перестроена и пересмотрена но это друзья наша победа и в этой победе я не то что не сомневаюсь и не то что не сомневаюсь в том что сегодня делает и юницкий как инженер как систему создающую именно транспорт второго уровня на 21 век но здесь я еще могу сказать и по трендам и по сравнению это не поддается никакой аналитики и это как раз друзья то что прошло юницкий доказал обосновал на экспертном совете минтранса то что сегодня уже в инвестиционных скажем так мы вам не зря приводим эти примеры и это друзья уже то что сегодня происходит в действительно в большом инвестиционном мире и на сегодняшний момент ряд инвесторов инвестиционных фондов которые уже с которым уже вышли на соглашение которые готовы инвестировать крупные суммы они сегодня столкнувшись с тем что эксперты израильского правительства с нас а утверждают что они создают более перспективную систему эти люди сегодня настораживаются не идут но я могу сказать для нас друзья это даже лучше потому что мы с вами продолжаем мы с вами работаем и здесь я могу сказать что чем дальше эта система продлится тем большее количество людей войдет в краудинвести gráfic чем большее количество людей сформирует крупные инвестиционные пакеты тем больше прибыль которая будет распределяться именно пойдет на этих людей поэтому друзья это та система которую мы создавали и это та система которая сегодня для нас для всех является наиболее перспектива Алексей вам сейчас расскажет еще про ряд систем, которые возникли и исчезли с точки зрения транспортного второго уровня буквально за последние годы. Это тоже очень важно и очень обязательно знать тех, кто понимает, почему Skyway, почему сегодня струнные технологии инженера Юницкого это мировой тренд, это сегодня наиболее перспективная система и это с инженерной точки зрения абсолютно вывернуло решение. Поэтому, друзья, то, что мы сейчас вам доводим, это очень важно, но уже для тех, кто готов анализировать, для тех, кто готов сравнивать. Если сегодня вы оцениваете, как это НАСА и правительство Израиля вкладывают, они что, дураки? В данном случае я могу сказать, да, друзья, дураки. Других слов здесь нет. Так же, как они еще инвестируют сегодня в Hyperloop, так же, как сегодня инвестиции идут в ряд абсолютно неперспективных проспект, проектов, куда вкладываются и долларов. Я уже не говорю про Россию, где неэффективные инвестиции в науку, это является сегодня нормой, но у нас, друзья, это больше вопрос о том, что инвестировать в неэффективные системы, на взгляд, это больше возможности украсть. Алексей, я тебе слово, а в конце я, друзья, еще освещу ряд вопросов, которые бы я хотел, чтобы вы сегодня четко представляли мнение. Алексей, тебе слово. Сергей Анатольевич, дорогие друзья, в первую очередь новички, те, кто перешел с вводного технико-экономического вебинара, здесь, да, мы говорим уже о таких конкретных уже вещах, и сегодня мы вам поведаем вообще историю развития дней в хронологии, В хронологии, да, возможно, когда время будет, скорее всего, я подборочку сделаю, но сегодня, вчера, готовясь к вебинару, я обнаружил, насколько давно витает в воздухе вообще идея транспорта второго уровня. И я могу привести пример, как самолет братья Прайд, так и изобретение даже радио и многие другие изобретения, этому предшествовали другие способы, соответственно, которые предлагали ученые, и которые в результате сформировали то или иное изобретение, ноу-хау, и то, чем матово пользуются сейчас на сегодняшний день люди. И мы неоднократно говорили на своих вебинарах, что именно вот сравнивая с ведущими футурологами, и я могу сказать, что такое вот как бы серьезное сравнение, также мы остановимся отдельно на отдельном вебинаре по поводу того, что ждет будущее финансовую систему, то есть это, что касается краудинвестинга и так далее, то есть вкратце, если говорить, мы действительно движемся в правильном абсолютно направлении. Но, что очень важно понимать, дамы и господа, это то, что транспорт второго уровня, идея сама, она была создана не 10 лет даже назад. То есть вот в недавнем времени, кстати, мы можем привести пример на выставке, на одной из выставок высоких технологий, была представлена концепция, работающая концепция летающего дрона такси, и посмотрите примерно на вид, то есть летающий дрона такси, так же, как и авиация и так далее. Я думаю, что они уделили внимание аэродинамике, но аэродинамика при перемещении в полете, аэродинамика при перемещении на струне, это абсолютно разные концепции. И на прошлом вебинаре я говорил слова Илона Маска, это один из людей, с которыми я лично желаю познакомиться. Он очень просто и очень понятно дал свое видение и свое ощущение по поводу того, что автомобили начнут летать. Это могут быть не автомобили, это могут быть дроны. И на мой взгляд, у дронов задача не в перемещении людей, естественно, кто-то будет летать, но массово это в рынок не зайдет, на наш взгляд. Это будет уже больше применяться при перемещении товаров, грузов, показывании, соответственно, помощи, доставке лекарств и так далее, доставке продуктов. То есть именно перемещение грузов, но не людей, потому что Маск сказал такие замечательные слова, фразу, что хотели бы вы, чтобы вам груда железа, пускай этот дрон весит 200 килограмм, но хотели бы вы, чтобы 200 килограмм вам упало на голову. Это первая причина, которая будет волновать абсолютно любого человека, который будет видеть, соответственно, от собой летающих дронов, такси тем более, с людьми. И о какой безопасности тут может идти речь. Ну и я думаю, что это будет достаточно небесшумно, и, соответственно, если будут тысячи дронов летать, то какой гул будет стоять в современных мегаполисах, даже если они будут уходить по большей части свое в небо. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю, так как слышите гул в аэропортах, естественно, новые эффекты более такие щадящие, но все же некомфортно будет находиться. И я вот сегодня нашел такую подборку для понимания вообще, насколько концепция транспорт-уровня, она развивалась достаточно давно и долго. И в предыдущие 20 лет на самом деле это концепция, сейчас я сброшу ссылочку, те, кто знает английский, обязательно это прочитайте, либо как минимум через гугл-переводчик. Здесь представлены как раз-таки многие технологии транспорта-уровня, и многие компании с сайтом даже не открываются, то есть люди разуверились в надежде внедрить свои технологии. И это очень серьезное заявление, если, допустим, как вот Анатолий Эдуардович, как и ЗАО «Струнные технологии» сейчас, что мы действительно сможем решить транспортные проблемы. И очень так вот здраво и четко отметил один из участников вебинаров, что скейтерен, кстати, на берлинскую выставку не пригласили. И, дамы и господа, это действительно такой серьезный аргумент, абсолютно резонный. И, собственно, вот многие транспортные средства, которые вы видите рельс, и вплоть до абсурда даже планировали автомобили просто вот так вот нанизывать. И в первых концептах именно вот струнные технологии при перемещении сталь по стайле, при перемещении стального колеса по стальному рельсу, также показывались КАМАЗы и так далее. И, возможно, не КАМАЗы, а высокодинамичные подвижные составы будут перемещаться с минимальными затратами на строительство, с минимальными затратами на, соответственно, внедрение технологии в труднодоступных местах. То есть там о комфорте и так далее, перемещении при транспортировке товаров, грузов, полезных ископаемых задумываться особо не нужно будет. И о аэродинамичности тоже особо задумываться не нужно будет, потому что там скорости будут не 500-600 км в час. Но, друзья, я могу сравнить самолет братьев Райт вот с теми картинками, которые видите на слайдах. И также братья Люньер изобрели кинематограф, еще черно-белый кинематограф. Во что вылилась на сегодняшний взгляд на самом деле уже современная киноиндустрия? Это прослеживается абсолютно в любой сфере и абсолютно любой как технологической отрасли, так и изобретение, средства, которые сейчас широко вошли в обиход. И сейчас мы так вот вкратце пробежимся по тем технологиям, которые имели место быть, либо имеют место быть, именно ввиду транспорта второго уровня. И на самом деле огромную здесь роль пытается играть США, если говорить про мировую экономику, я не буду говорить про всякие такие вот мифические понятия, как теория заговора и так далее. Все достаточно просто, дамы и господа, есть транснациональные корпорации, не то что транспортные, не то что они нам будут мешать. Есть определенные задачи, то есть есть задачи технического прогресса, есть задачи строительства высокотехнологичных новых мегаполисов, что произошло допустим в Саудовской Аравии и так далее. И есть задачи осваивать этот бюджет. Вот как бы несколько задач и те компании, те венчурные фонды, которые коррелируются с этими задачами, естественно все должны взаимодействовать. И сейчас вот действительно очень показательно, что на выставку нас пригласили именно, то есть мы не просились, не заявлялись на стенд, даже вообще не думали об этой выставке в принципе. И пригласили Hyperloop и Skyway соответственно. Также все имеют приставку и Hyperloop и Skyway Technologies в конце, это тоже вот так немаловажное совпадение. Ну, в одной из транспортных средств вы видите Skyway East River, то есть в переводе называется западная река Skyway. Это гондола подвесная, очень массивная, очень дорогая, я думаю, гондола, которую в одном из мегаполисов США либо стараются применить, либо планируют применить. Ну, в концептах это все было. Насколько эффективный транспорт, друзья, ответьте сами для себя. Swiftrain, то есть данные транспортные модули рассматривали как одно из направлений еще в то время, как в курсе ВДНХ. И, кстати, нужно, я думаю, что поднять вообще этот вопрос, если действительно, вот как на экспертном совете при Министерстве транспорта Российской Федерации мы получили положительное заключение. И как раз в московской агломерации будет идти развитие в основном. Вот как раз-таки Swiftrain представляли на ВДНХ. Skyway на тот момент также представляли. Я сброшу в конце статью в 2014 году. Год вообще в Skyway считается за 10 лет, потому что, друзья, у нас очень мало времени, потому что сейчас вот Сергей Анатольевич говорит, что это не то, что гонка, а именно вот выверенное развитие, то есть это получение лидерства той перспективной технологии. Ну, на мой взгляд, идет действительно гонка. То есть сейчас вот может это не показываться даже в СМИ и так или иначе раз и всплывет, допустим, как сейчас всплыло про SkyTrend. И более того, некоторые наши партнеры, они действительно задумываются над тем, что, а что на самом деле действительно перспективнее. И вот немаловажно очень то, что сейчас сформировано ядро более 15 конструкторских бюро, это целое научно-производственно-конструкторское предприятие, чего нет у этих вот стартапов, я бы назвал. То есть вот следующий претендент, так скажем, на транспортового уровня Skyway Express, то есть это сеть Sky. Все, видите, с приставкой Sky идет, а Анатолий Эдуардович Юницкий, вообще вот в чем наша с вами удача и счастье участие в проекте, он не то что анализирует, смотрит, он просто визионер. Он предвидит технологичное будущее и он угадывает тренд. И представьте, вот участвовать в этой корпорации, быть дольщиком, совладельцем, независимо от того, на какой пакет, в данном случае, дамы и господа, играет роль, что вы являетесь совладельцем и дольщиком. А какой пакет, это на самом деле разброс времени через 10 лет, через даже 7 лет, те люди, которые имеют всего несколько тысяч акций, либо десятков, либо сотен тысяч акций, не миллионы акций, они также будут, на мой взгляд, весьма обеспеченными людьми. И вы видите вот отсутствие аэродинамики, вот просто это по форме видно, какие продувки вообще, какие именно такие подобные исследования, эксперименты прошел бы этот транспортный подвижной состав. И вы видите очень массивную конструкцию путевой структуры, насколько больше затрачивается материал. Да, здесь положительный эффект это то, что опоры, они достаточно немассивные и сравнимы с фонарными столбами. То есть, вот, как мы говорим, 5-10 сантиметров в диаметре. Но, друзья, это логика как раз-таки юнибайка. То, что сейчас, и замечательно, что к этой логике Анатолий Эдуардович Юницкий пришел. Замечательно, что на это появились первичные потребители, которые эту идею раскрутили. И что была потребность, и она и есть. Туристическое направление, это знаете, это как сравнить спортивный, туристический потенциал юнибайков. И мы говорим только про один потенциал юнибайков. Это ядро, это именно точка входа вообще струнной технологии в транспортный рынок глобальный. Без конфликтов, без каких-либо конфронтаций и так далее. То есть, если говорить про туризм, то тут можно сравнивать оптовый розничный рынок. Да, вы можете в розницу продавать, к примеру, продукты, товары, услуги на сотни миллионов рублей, например, будучи являясь корпорацией, продавать какую-нибудь, допустим, технику, прицепы и так далее. То есть, тяжелое машиностроение продукцию, но тем самым вы также через сеть можете продавать оптом, так скажем, широкими партиями мелкую продукцию. И это будет также формировать сотни миллионов рублей. Чем занимаются сейчас глубые фишки, так называемые, то есть магнит, всякие ритейл-группы и так далее. В 2015 году достаточно серьезные прибыли получили те люди, которые инвестировали именно в ритейлинговые сети. И это говорит о том, что рынок юнибайков, он будет огромен. И более того, на наш взгляд, Сергею Анатольевичем, то есть мы очень много, так скажем, штурмуем мозгом. Фактически каждый день мы что-то домысливаем и обязательно, я думаю, что в будущем что-то появится. И, соответственно, юнибайки это будет, на наш взгляд, одной концепцией опорных развития линейных городов. То есть, естественно, все будет перемещаться на первом уровне, на пешеходные зоны перемещения. И, возможно, какие-то спортеры будут и так далее. Но многим будет комфортно, и рынок, на самом деле, ответит на это потребностью, когда юнибайк въезжает к вам домой. И, соответственно, вы можете перемещаться прямо из дома на юнибайке на ваше место работы или, допустим, на какое-то мероприятие в очередную доминанту, анкерную опору, являющуюся высотным зданием, в театр, в ресторан и так далее. Не важно. То есть, повседневная жизнь, она будет с первого уровня уходить на второй уровень. И Илон Маск, Райман Курцвелл также в этом солидарны, но не развиваются именно в области развития искусственного интеллекта, то есть интеллектуального способа передвижения на транспортном средстве. То есть, artificial intellect, но именно с точки зрения перемещения на первом уровне. Да, это супер. И можете посмотреть в интернете, что в недавнем времени хакер из США, 26-летний хакер, изобрел концепцию, изобрел искусственный интеллект автомобиля, который сейчас желает купить Маск, который сейчас разрабатывает Google и так далее. Apple 26-летний, один человек, ну, возможно, какая-то команда, но разработки вообще вот его умного автомобиля, они бьются, так скажем, конкурируют, можно сказать, даже с автомобилем Tesla. Хотя в недавнем времени вышла новая модель Tesla. И также быстро будет выходить модели юнибайков, юнибусов, юнилётов. И вот, как бы, третий претендент на историю развития транспортового уровня – это OpenPRT. То есть, PRT – это аббревиатура, которая, на мой взгляд, должна использоваться в том числе в спецификации юнибайков. То есть, это международная, насколько я понимаю, спецификация – это Personal Rapid Transit. То есть, это персональный скоростной способ передвижения, ну, то есть, транзитное перемещение либо пассажиров, либо товаров, либо грузов. OpenPRT, вы видите, здесь вот специальную картинку оставил. Здесь, да, предусмотрена противосходная система, что есть, естественно, в Skyway. Но, видите ли вы, какое перемещение, то есть, тут не стальное, не сталь по сталь перемещение. Насколько я понимаю по картинке, тут резина. Ну, это неэффективно и это технологически не выверено и неправильно. С точки зрения логики, вот, что компактный транспортный модуль, одна-двухместный, с точки зрения логики, все правильно. С точки зрения технической реализации, ну, не особо, так скажем, хорошо. Материна PRT или Мистер. Эта технология также рассматривалась в ДНХ и вот именно на строительстве одна-двухместного подвижного состава. Я думаю, что у Skyway все еще есть все шансы, тем более, что мы получили уже заключение от экспертного совета, близится, как бы, еще, я думаю, уже до уровня Министерства транспорта Российской Федерации. Ну, а там рукой подать до высших самых деятелей нашей страны. И Материна PRT, вы видите здесь концепт, вот, кстати, я все это готовил, еще дизайн был презентации совершенно другой, такой кривовастенький, на белом фоне, кто старичок помнит. Но, когда я заходил на сайт Материна, я не видел вот этого дизайна, дизайна нового, который вы видите внизу справа. То есть, это говорит о том, что Материна PRT также двигается, также развивается, и никто не собирается уступать в этой технологической борьбе, в этом, именно, в этой возможности вхождения на пьедестал, именно первого места, первого проходца в транспорте второго уровня. Потому что, на самом деле, да, мои господа, вот, тоже хотелось бы, чтобы вы понимали, это чисто моя мысль, и к этому приходишь, когда начинаешь двигаться в проекте, анализировать, сравнивать с конкурентами и так далее. К примеру, вот, сравните сотовую связь, кто вышел на рынок, создали свои стандарты, то есть, GSM, были CDMA стандарт, которые спутниковые, они отвалились уже, они неэффективные, они дорогие, связь дорогая. И, на самом деле, Jobs также создал свой стандарт, которым до сих пор им пользуются, не переходят на Android, хотя, Android мне намного больше нравится, на мой взгляд, это более эргономично, более функционально, более просто, и более народно. И, собственно, многие iOS пользуются. Почему? Потому что iOS – это безопасная система, вирусы не проникают, и это система, которая, ну, не превзошла пока что по удобству расположения иконок и так далее, эргономики, другие операционные системы. То есть, никто этого не превзошел. И, соответственно, вот конкуренты, они не могут использовать iOS, потому что это защищенная абсолютная система. Android не может использовать iOS. А теперь аналогия, дамы и господа. Вот путевая структура, сеть Transnet, путевая структура, где будут зашиты различные радиочастотные, мобильные сигналы, возможные в прохождении, будут зашиты силовые кабели, будет зашито оптоволокно, и будет ряд ноу-хау, который невозможно будет повторить. Естественно, китайцы все это разрежут, разрубят, закажут свой проект, попытаются сделать, как я называю, скул-ай-вэй какой-нибудь, как они любят извращать бренды. И, соответственно, скорее всего, ноу-хау либо повторят позже, когда мы уже опередим конкурентов, либо не повторят вообще. И путевая структура, Transnet, это будет нашей операционной системой. Это будет нашей защитой. И это будет как раз-таки, когда мы выйдем на рынок, я думаю, что мы выйдем в числе первых. Я искренне верю и вижу это в будущем каждый свой день. И, собственно, не зря, я повторяю, пригласили только Hyperloop и Skyway. Значит, вот это действительно мировые транспортные тренды ближайшего будущего транспорта. И путевая структура, это будет наш iOS, это наша защищенная операционная система. Вот если сравнивать с Jobs, я надеюсь, что поняли мою аналогию. Если поняли, то поставьте плюсик. И те уже подвижные составы, которые будут, соответственно, китайские, японские и так далее, они все, естественно, бросятся в этот рынок. Но где они будут перемещаться? Они будут перемещаться по заданному стандарту, там, где это уже построено. То есть там, где уже Transnet построен, это действительно, друзья, мы закрепили этот рынок за нами. И поэтому сейчас очень важно еще до демонстрации сертификации сформировать сеть адресных проектов и сформировать в начале виртуального воплощения эту сеть адресных проектов. И далее она будет воплощаться в железе, и уже вряд ли кто-то будет конкурировать хотя бы по путевой структуре. Ну и, соответственно, я думаю, что все прекрасно понимают, что будут определенные стандарты. Какой попало подвижной состав, не сможет человек навесить свой, самодельный и так далее. Естественно, будут умельцы. Но лидер, который входит в транспортную нишу ближайшего будущего, он задает стандарт. И есть все шансы, что это будет как раз таки Skyway. Ну, вы видите, вот, пожалуйста, на слайде тоже концепт и видение, визуализация такси второго уровня. Мы три на PRT. Я не разбирался, если честно, в чем там заключается именно способ передвижения. Но я думаю, что это еще менее эффективный способ передвижения, чем SkyTrend. И перейдем к таким вот динозаврам, то есть, которые действительно разрабатывались в микрорейл Великобритании. Вот о какой аэродинамике здесь может идти речь, да, мои господа? Нету вообще вот ноль здесь аэродинамики. То есть, это просто квадрат, который перемещается по путевой структуре. На втором уровне единственная ноу-хау, единственная тут как бы задача, которая была решена в этом концепте, это перемещение на втором уровне. Ну, представьте себе, вот это один из стартапов, который уже сайт не открывается, но пытались продвигать и пытались создавать эту идею. Более того, также вот когда современное судостроение и так далее возникало, я тоже смотрел, изучал материалы. Вначале это вообще как кирпичи были корабли. Потом они стали более такие обтекаемые. И более того, допустим, в самолете первые иллюминаторы, они были квадратные. И первые самолеты, они развалились в воздухе, потому что, ну, просто не выдерживают сейчас иллюминаторы, поэтому они более такие округлые, овальные, и предусмотрена огромная система безопасности. Здесь же это можно действительно сравнить с кирпичом второго уровня. Если говорить, сравнивать вот в логике смартфоны, развитие смартфонов, обязательно найду статью, дамы и господа, потому что очень интересная статья, я думаю, на следующих вебинарах, я ее, как развились смартфоны вообще вот буквально за 10 лет. То есть это действительно, это преображение из гусеницы в бабочку. И вот то, что уже функционирует Ultra Global PRT, допустим, это то, что функционирует и ездит в хитру. И, дамы и господа, это логика транспорта второго уровня, но неэффективная. Посмотрите на путевую структуру, посмотрите на скорости перемещения, думаю, это 30 км в час. И меня поразило, дамы и господа, то, что вот тоже, кому интересно, Crossrail, посмотрите, в Лондоне планировался строиться. Более того, его начали строить, его начали строить еще, так, чтобы не ошибиться, в 2010, вроде бы, году с запада на восток, это Лондон соединяет, это также транспорт второго уровня, ну, который можно сравнить с Японией, с Китаем, транспорт второго уровня. То есть очень массивные такие конструкции, абсолютное отсутствие экономии материалов, труда затрат при строительстве и абсолютно, я думаю, низкая скорость строительства. И вдумайтесь в цифру, сколько стоил этот проект. Там в районе 140 км, если я не ошибаюсь, 19 млрд долларов. Вдумайтесь, сколько, вообще, вот сколько раз можно было Лондона окутать Skyway за эту стоимость. При абсолютно созданной работающей инфраструктуре, при автоматизированной системе управления. SkyCube PRT, тоже концепция, которая, более того, была, как я понимаю, испытана. Но это уже не кирпич, это такой вот, как бы, немножко угловатый, немножко что-то тут изменили. И, более того, это ездило, это было испытано в Китае. То есть, дамы и господа, все это я показываю, все это показываю не просто так. Потому что транспорт второго уровня, на самом деле, это концепция, которая витала уже достаточно давно в воздухе. Так же, как витала концепция современных первых персональных компьютеров. И, как раз-таки, мы приглашаем вас в первую очередь, я в своей части. И, вообще, как бы, я ориентирован именно на построение сети. Мне очень нравится строить сети. И я верю, что даже вот сетевой маркетинг, даже MLM, что все лидеры, все мощные вот эти вот обладатели статысячных структур, миллионных структур, Herbalife, Amway и так далее, таких вот динозавров, они проснутся. Но они проснутся, скорее всего, когда уже будет все закрыто в код корневой технологии. Но в адресные проекты действительно будут инвестировать, если Анатолий Эдуардович Юницкий позволит инвестировать в некоторые адресные проекты, то будут инвестировать действительно миллионы, десятки миллионов людей. И, дамы и господа, наша с вами сила, то, что мы развиваемся через сетевой метод построения корпорации. Это то, что не делал никто и никогда. И сложно будет повторить именно с помощью внедрения подобной технологии. Потому что такое действительно бывает раз в то лет. Ну и, собственно, далее нас ждет седьмой технологический уклад. И как раз таки седьмой технологический уклад, помимо общепланетарного соглашения, уже, так скажем, получая дивиденды от Skyway и так далее. Представьте, насколько быстро мы сможем реализовать уже седьмой технологический уклад. Ну а пока что, строй Skyway, спасай планету и дай дорогу в мир Транснету. С вами Алексей Суходоев, Сергей Анатольевич. Передаю вам слово. Да, спасибо, Алексей. Ну, видите, друзья, то есть, сейчас наша задача была показать, что именно с технологией второго уровня, транспорта второго уровня, что это сегодня очень востребованная с точки зрения понимания и необходимости использования системы, что она создается разными компаниями, в разными направлениями, с разными технологиями. Но мерилом всего, друзья, будет только рынок. Если туда будут выходить вот такие бронтозавры или там вот такие технологические, как их можно назвать, интересные решения, то, естественно, что это не может о какой дешевом строительстве, ни о каком дешевом эксплуатации, ни о какой аэродинамике. Тут задавались вопросы, по которым продули и получили результаты абсолютно подтверждающие расчетные. Вот, но сейчас идет ряд уточнений, именно методик, по каким выдавать официальные результаты. Вот, видите, это технология, если мне память не изменяет, это как раз то, что делал Белкоммунмаш, белорусская компания, соответственно, с одним из бывших партнеров ЮНИЦКО, это назывался Капвей. Вот, то есть, вот, поэтому, друзья, вы должны это понимать, и наша задача как раз это доносить, что мы не единственные, кто этим занимается, что SkyWay возник не на ровном месте, это действительно очень серьезный тренд. И вторая очень важная задача, которую мы утверждаем, и это, друзья, наша ответственность. И вот за это мы абсолютно несем ответственность, которую мы заявляем, и инженер ЮНИЦКИЙ, и вся команда, которая находится с ним, и лично моя, которая, ну, я нахожусь с ЮНИЦКИЙ уже там более 15 лет. Друзья, вопрос в следующем. Технология SkyWay – это тот, кто является лидером, и тот, кто является впереди этой гонки, тот, кто находится на самой эффективной финансовой составляющей. Когда мы говорим, что инвестиции в SkyWay, если сравнивать с инвестициями в SkyTran, то я, как эксперт, я, как человек, который занимающийся технологией, могу сказать, что это ошибка. И я сегодня это повторяю и нашим партнерам, которые работают, и экспертам, с которыми я сталкиваюсь, и ЮНИЦКИЙ сегодня доказывает, это то, что мы сегодня, и действительно, за что несем ответственность. Наша ответственность заключается в том, что технологически SkyWay и ту технологию, которую мы предлагаем, она сегодня наиболее совершенна, наиболее экономична, наиболее интересна и перспективна с точки зрения инвестиций. Остальные инвестиции – это, на наш взгляд, сегодня ошибочные. И здесь, когда… Друзья, это абсолютно экспертное мнение. Это абсолютно сегодня утверждение людей, которые находятся внутри проекта, которые разрабатывают этот проект, и которые привлекают инвестиции на этот проект. Поэтому можно, конечно, утверждать, что так можно говорить про любую технологию. Да, друзья, здесь ничего в этом плане утверждать и отрицать нельзя. Но единственным мерилом, друзья, и единственным то, что расставит все точки, это будут испытательные, соответственно, работы, это будет сертификация. И что самое главное, друзья, это строительство рынка и заказы. И, соответственно, в этой гонке выиграет тот, кто получит заказы, это тот, кто привлечет инвестиции, тот, кто будет развивать проект. Поэтому, когда мы сталкивались, и Анатолий Доварыч, и в экспертном совете, и мы два года назад, когда вели переговоры с Мортоном, это здесь одна из строительных крупнейших компаний, которая тянула и продолжает тянуть сегодня технологию H-BAN немецкую. И здесь я, как эксперт, всегда задал вопрос. Если за 40 лет развития этой технологии немцы в Германии построили не более 300 своего H-BAN и за последние 20 лет не построили ни одного километра и бросили это строительство, значит, наверное, на это есть причины. Если вы хотите сказать, что вы берете 40-летней давности технологию H-BAN, пытаетесь притащить ее в Россию, и сказать, что здесь мы построим тысячи и тысячи километров, то, наверное, друзья, это бредовая идея. Так же, как сегодня, мы, вот я вчера общался с экспертами Сколково, и они мне показывали, как они утвердили проект, и как сегодня идет окно финансирование проекта строительства дирижаблей. Представляете, друзья, я не оговорился, дирижаблей. Сколково выделило деньги на три транспортные технологии. Три. Значит, первое, это дирижабли, второе, это магнитная левитация, то есть то, о чем мы говорим, что все уже забросили, а вот сегодня опять, ну, видно тоже, каким-то образом Израиль к этому имеет отношение, раз наши тоже выделили на магнитную левитацию, вытащили опять этого скелета из шкафа. И третье, это сначала хотели вертолетную, но потом заменили на веломобиль. То есть, представляете, три абсолютно разные технологии, которые с экспертной точки зрения не могут с точки зрения физики никак анализироваться и подаваться в заключение. Но, тем не менее, туда выделяются сотни миллионов рублей для того, чтобы создавать прототипы и опять двигаться вот в этом утопическом направлении. Но это, друзья, абсолютно, скажем так, закономерная вещь. И вы, как мы уже обращаемся, и мы работаем, и сегодня эта информация в основном направлена для друзей, которые получить информацию и пытаются для себя все, чтобы уложилось, и дальше нести информацию людям, которые задают вопросы, чтобы вы понимали, что технологии сегодня второго уровня, их десятки и десятки, что они разрабатываются уже не один год, что это реально гонка на лидера. То есть, кто пойдет и кто начнет строить, тот и будет захватывать лидер. Но гонка на лидера – это, друзья, и большая ответственность. Лидером может стать только тот, кто выдаст самую технологичную, самую дешевую, самую экономичную систему. И, друзья, мы абсолютно здесь уверены, это наше утверждение, как людей, которые занимаются проектом и не один десяток лет, и, соответственно, призывают других людей входить в этот проект, что этот лидер и эта технология именно Skyway. Все остальные технологии, все, что сегодня делается, они близко по своим характеристикам, не могут конкурировать и не могут по цене соотноситься с Skyway. Все остальное – это, друзья, ошибка с точки зрения инвестирования. И это мы говорим и людям, которые сегодня принимают решение уходить в другие технологии. Мы говорим, что придет время, вы вернетесь и пожалеете о потерянных деньгах. Мы это сегодня говорим людям, которые слышат информацию, говорят, я подожду, еще какое-то время, пока доказательная база будет увеличиться. Мы тоже говорим, что это ошибка, потому что вы пожалеете потом о потерянных дивидендах, о потерянных инвестициях, которые вы могли получить, но не получили. И, соответственно, друзья, это для наших партнеров, с точки зрения, что вы сделали абсолютно правильное решение в свое время, вступив в это сообщество людей, которые поддерживают проект Skyway, вступив в сообщество людей, которые сегодня своими руками строят будущее. И это, друзья, уже как раз мерилом этой работы будет являться только время. И сегодня это время настолько сжимается, это время настолько сегодня становится уже очевидным и по рамкам обозримым, что через 2-3 месяца демонстрация юнибайка, в сентябре уже демонстрация на берлинском выставке прототип юнибайков и юнибусов, соответственно, начало строительства путевой структуры и городской, и скоростной, и уже перевозки сыпучих грузов. И здесь второй вопрос, который мне всегда хотелось задать партнерам, вот с кем мы сейчас ведем полемику. Я говорю, друзья, а контейнеры и грузы вы будете возить тоже с помощью вот этой системы SkyTran, то есть с помощью магнитной левитации? Уголь вы тоже будете туда грузить? Интересно было бы посмотреть на конвейер, деятельности которого обеспечена, перевозка миллиона тонн угля обеспечена с помощью магнитной левитации. Но это, во всяком случае, было бы очень забавно выглядеть и посмотреть. Ответов пока на этот вопрос нет, поэтому направление, я могу сказать, особенно в северных широтах, особенно в вечной мерзлоте, здесь, конечно, у SkyWay не то, что нет конкуренции, а это единственное решение, которое сегодня есть. Вот тут, друзья, ряд вопросов, которые задавались по поводу индивидуальной системы, как это будет строиться, обгонять, правильно здесь Татьяна отвечала на вопрос, что, друзья, все ответы технические есть, и, соответственно, когда вы пользуетесь мобильным телефоном, вы не заморачиваетесь, как устроена тема сотов, передача информации, модулирование сигнала, накопление, и так далее, и так далее. Вы пользуетесь готовой системой, которую придумали, внедрили инженеры. Сейчас я вам могу сказать, та же система делается, внедряется, развивается, и уже готова к запуску этого. Здесь на этот предмет можно сильно не переживать. Второй вопрос по концепции и именно того, что будет дальше двигаться. И здесь мы вам четко даем утверждение, которое вы должны для себя запомнить и должны дальше для себя понимать, что ту степень свободы, которую дал сегодня смартфон, то есть то, пользование информационной средой и количеством приложений, которые становятся все более разветвленные и более доступные сегодня, это то качество жизни новое, которое принес интернет. Соответственно, Transnet, следующая сеть, она будет давать еще большей степени свободы. И я не зря приводил всегда такой алгоритм, для меня это очень такая интересная вещь, что когда вы сидя в своем кабинете, в своих тапочках, за своим рабочим местом, можете не вставая со своего стула, не вставая со своего рабочего места, в этих же тапочках перемещаться в Париж, в Лондон, в Нью-Йорк и в любую точку мира. И, соответственно, эта степень свободы, которая будет, это то, что даст только Transnet. И никакая другая система вам этого дать не может. И каким образом это будет устроено, мы, друзья, все будем вам рассказывать, показывать. И как раз, то, что у вас будет индивидуальное транспортное средство с вашей Unibike, или в нем будете перемещаться в сети, вы будете в нем жить, и это будет абсолютно комфортной новой системой. Перемещаться вы в ней будете со скоростью и 100, и 140, и 200, и 500 км в час. Это, друзья, та реальность, которая идет. И насколько интернет изменил нашу жизнь за последние 20 лет, настолько же Transnet изменит наше ближайшее будущее на 10-15 лет. Соответственно, те инвестиции, которые мы сегодня призываем вас делать именно в проект для того, чтобы он развивался, для того, чтобы формировалась краудинвестинговая система, она как раз исходит из того, что технические решения, которые сегодня предлагаются, и на базе которых стоит сегодня вся капитализация проектов, она сегодня наиболее передовая, она сегодня востребована, и это то, что сегодня соответственно вне конкуренции с точки зрения решений, которые предлагаются. Будет, естественно, такое понятие, как воровство, будет такое понятие, как воровство, но это, друзья, уже совсем другая песня, от этого защита совсем выстраивается другим образом, и это как раз на сегодняшний момент, друзья, не такая страшная вещь, как реально недобросовестная конкуренция, с чем мы постоянно сталкиваемся. Ну вот, друзья, это вот то, что мы сегодня хотели вам с точки зрения сегодня больше технический вебинар, вот, чтобы вы понимали, что технология сегодня вне конкуренции, что мы с вами сегодня создаем передовую систему, и именно на этом сегодня основывается вся система, которая считает капитализацию, считает прибыль, считает дивиденды, которые будут в тех проектах, которые мы будем реализовывать с помощью технологии Skyway, струнных технологий, и устраивания тех конкретных адресных проектов, которые будут принять нам с вами венчурный премий, которые сегодня закладываются при формировании пакетов, которые вы сами для себя выбираете, и которые сегодня для вас существуют. Вот, друзья, я еще затронул вопрос внешней системы, внешней политической системы, но давайте я сегодня об этом говорить уже не буду, я на вечернем вебинаре крайнем об этом проговорю, это связано за эту неделю, что мы с вами не виделись, у нас произошли события в Нагорном Карабахе, то есть это еще одно возникновение точки напряжения вокруг России, вокруг евразийского пространства, для меня Нагорный Карабах это тоже очень такая, ну скажем так, не посторонняя вещь, потому что я служа в определенных войсках, участвовал в событиях 89-90-го года, которые происходили в Степанакерте и соответственно в Карабахе, поэтому я не понаслышке знаю, как этот конфликт начинался и что там соответственно было, соответственно, как сегодня это все раскручивается, делается, а в общей, друзья, картине это можно сказать, что враги не дремлют, что сегодня ситуация по напряжению вокруг России, она постоянно усиливается, и в этих упражнениях мы, друзья, с вами делаем практически невозможное, мы выстраиваем систему, которая изменит не только внутрироссийскую систему, не только внутрироссийскую экономику, но и всю мировую экономическую систему в целом и уберет те противоречия, из-за которых во многом сегодня возникают эти конфликты. Поэтому, друзья, я могу сказать, что строй Skyway спасает планету, это не только экологически, как мы говорили, термин, это не просто создание транспорта второго уровня, который уберет углеводороды с автомобилей, который сделает транспорт сегодня на возобновляемых источниках энергии, это то, что сделает сегодня перемещением очень комфортным, быстрым, а у нас по концепции практически мгновенным перемещением. еще это будет система, которая запустит многие экономические системы, которая уберет противоречия между странами, континентами, и это то, что даст такое уверенное, устойчивое развитие на ближайшие 10-15 лет без конфликтов, с уверенным остальным всех участников, кто будет участвовать в проекте Skyway и трансмета, которые будут развиваться. И это то, что будет действительно утверждать, что Skyway это то, что принесет процветание и мир и континент, и соответственно это наша с вами такая большая цель, которую мы тоже пускаем и реализуем по запуску проекта. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету. Я рад, что вы с нами, я рад, что мы развиваемся и делаем, что у нас каждый раз так, ага, значит, тут мне Алексей еще делает определенные подсказки, вот прежде чем, чтобы мы выключились, вот мы сказали, что, друзья, у нас по системе инвестирования, это уже в краудинвестинге, у нас существует система дисконтов, дискаунтов и формирования венчурных премий, следите за нашими акциями, которые идут, следите за тем, что мы делаем, предложениями, которые сегодня двигаются. Я надеюсь, что у нас с вами будет возможность со многими пообщаться в 23-24 апреля, когда будет фестиваль Skyway в Мариной Горке и в Минске. Соответственно, друзья, выбирайте для себя участие и возможность применения своих сил в нашем проекте. Так что, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Кто будет еще на наших вечерних вебинарах, значит, до вечера, а, соответственно, для всех остальных до следующей недели среда 12-13 часов, как обычно, Skyway будет строиться, а мы с Алексеем будем продолжать нашу еженедельную, скажем, такую рутинную работу. Так что, всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok